На Гомешчине начали вырабатывать уникальный для Беларуси продукт – кошерное мясо. Его покупником станет держава Израиль. Незвычайный бизнес начало приватное предприемство, что не так давно появилось в Будакашалевском районе. На мясокомбинате, которому нет аналогов у СНД, побывала Настасия Кучинская. Каждый правоверный яурей должен знать и выполнить законы кошрута, и ввода правила, и не тычатся в первую очередь продукты охаршивания. Кошерная ежа повинна быть натуральной, уживая дозволяется не все продукты. Например, мясо можно есть и только живет с раздвоенными копытами и с дольностью жевать. Есть еще шмат строгих правил. Ко подповедать им, приватному предприемству, с Будакашалева пришлось модернизовать в могутности. Автоматизованные линии по обвал за сыровин и с дольной вырабляет до 50 тонн мяса в измену. Холодильные за ховость 300 тонн одночасово. В сухого боя установлены новые рабочие места, которые требовала израильская сторона. Также мы оборудовали несколько новых холодильников, где будет храниться только кошерное мясо. Также во Франции нами была заказана новая линия по упаковке мяса в вакуум со сроком хранения 35 суток. Перший забой живел для отгрузки кошерной яловичины на экспорт выраблены у присутности религийных простонников Израиля. Кошерные товары одразниваются высокими потребованиями до якости. До того живела повинна быть забита самым безбольным способом. Это робят специальные люди, шахеты, и они приехали на Будакашалешину из Израиля. Мы вели незадоволенные тем, как и где праца. Все отрывается с первого раза. Слава Богу, что шмат яуреев у России и у Израиля будут есть и кошерное мясо. Стопроцентная реализация продукции на экспорт была запланована еще на стадии подрыхтовки проекта. Это то самое мясо, которое худка отправится в Израиль. Специальная перчатка, стверждая отповедность традициям кашрута. В красавику иудеи означают святописок. И, как шакается, мясо с гомельшины до этого часа уже будет на столах израильтян. Объем отгрузки продукции в складе прикладно 28 тонн за сутки. Продприемство заключило контракт с израильской фирмой, которая мает шмат годовый опыт поставок кошерного мяса из Европы. Гобин у него очень высокий, и он подходит для Израиля. И мы думаем, что он не будет хуже, чем Испания и Польша. Продприемство створило 150 проценных мяса у работники, у основных же хары Будда Кошалева. Середняя зарплата у минулого месяца склала тысячу рублей. Проект стал выником домовленности, взробленных подчас гомельского экономичного форума. Работой с мясовыми уладами засновальники застались и задовольные. От идеи до выпуску первой продукции прошел год. Для такого масштабу справок это невеликий термин. Настасия Кучинская, Игорь Марышенко, телерадо и компания Гомельс Будда Кошалевского района.